исследовать насходимость ряд ряд записан в виде суммы n от единицы до плюс бесконечности под знаком суммы общий член ряда который имеет вид единица разделить на 2 в степени n и плюс 1 давайте попробуем сравнить этот ряд с рядом вида n от единицы до плюс бесконечности единица разделить на 2 в n степени как мы пришли вот к такому ряду то есть каким образом мы хотим сравнить данный ряд вот с нашим вспомогательным очень просто я вам говорил что нужно попробовать как-то упростить тот ряд который у нас есть но например отбросить единичку и после этого попробовать сравнить с тем что получится то есть более простым с более простым но похожим на тот на тот что у нас что нам да давайте сразу посмотрим что это заряд вот этот вспомогательный который получился в итоге после отбрасывания единицы в знаменателе у нас получается при на равном единице у нас получается 1 2 далее при н равном 2 у нас получается 1 4 при н равном 3 1 8 и так далее то есть как мы видим данный ряд представляет собой бесконечно убывающую прогресс бесконечному watch геометрическую прогрессию почему потому что каждый последующий ряд получен путем умножения на одно и то же число предыдущего члена ряда то есть 1 2 умножить на 1,2 будет 1,4, 1,4 умножить на 1,2 будет 1,8, ну и так далее. То есть, таким образом, мы хотим сравнить наш ряд с бесконечной убывающей геометрической прогрессией. Мы знаем, что бесконечная убывающая геометрическая прогрессия сходится, мы даже знаем, чему равна сумма, сумма равна А разделить на 1 минус Q. Поэтому, давайте сразу запишем, то есть, этот ряд представляет собой бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, а значит, сходится. То есть, мы будем сравнивать со сходящимся вот таким рядом. Давайте применим первый признак сходимости ряда. Первый признак сходимости заключается в следующем. Необходимо сравнить общие члены рядов. Давайте сразу это сделаем. То есть, единица разделить на 2 в степени n плюс 1. Мы сравним с единицей разделить на 2 в степени n. У этих двух дробей числители равны, а знаменатель первой дроби, за счет того, что прибавляется единичка, больше знаменателя второй дроби. Мы с вами знаем, что при равных числителях, чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Значит, знаменатель первой дроби больше, значит, сама дробь будет меньше. Теперь давайте посмотрим, как работает в данном случае первый признак сравнения. Мы с вами имеем ряд, который имеет большие члены, то есть вот этот ряд наш верхний, и он у нас сходится. А значит, по первому признаку сравнения ряд с меньшими членами тоже сходится, или еще иногда говорят, тем более сходится. Таким образом, из первого признака сравнения следует, давайте так запишем, значит, по первому признаку сравнения данный ряд сходится. Сходится ряд, давайте, я ладно, его еще раз перепишу, то есть данный ряд единица разделить на 2 в степени n, как ряд с меньшими членами. n от единицы до плюс бесконечности, значит, данный ряд сходится. Теперь я хочу привести еще один пример. Вот представьте себе, если бы у нас был ряд похожий, давайте так, этот ряд у нас под номером 1, теперь давайте рассмотрим ряд под номером 2 такой, который будет похож на тот, что нам был дан, плюс до плюс бесконечности, но только у нас в знаменателе было бы 2n минус 1. Вот посмотрите, если бы у нас вот здесь вместо плюса был минус, у нас бы получилось, что первая дробь была бы больше второй, и первый признак сравнения нам бы с вами не подошел. Что делать в этом случае? Сразу хочу вам сказать, если первый признак вам не подошел, попробуйте воспользоваться вторым признаком, скорее всего, вам это поможет. Что это значит? Это значит, давайте сейчас воспользуемся для второго ряда, вот то есть для нашего вот этого второго случая, вторым признаком сравнения. Для этого необходимо найти предел отношения общего члена одного ряда к общему члену другого ряда. При n стремячемся к бесконечности. В данном случае, неважно в качестве какого ряда мы будем брать общий член в числителе, и общий член в знаменателе, это не важно, что на что мы будем делить. Поэтому, ну давайте, например, пусть a n это общий член вот нашего ряда того, который нам дан, а b n это общий член вот этой вот бесконечно бывающей геометрической прогрессии, с которой идет сравнение. То есть, вот это и есть b n. b n вот так. Тогда, найдем отношения общих членов данных рядов, то есть a n. Вместо a n мы подставим нашу дробь. Запишем. Единица разделить на 2 в степени n минус 1. При n стремячемся к бесконечности. Теперь необходимо разделить эту дробь на b n, где b n это общий член нашего вспомогательного ряда, то есть разделить на единицу, деленную на 2 в степени n. И у нас получается деление вот таких вот двух дробей. Что же у нас в итоге получится? Пишем. Равно. Предел. n стремится к бесконечности. Теперь мы с вами деление заменим умножением. Получается единица разделить на 2 в степени n минус 1 и умножить на перевернутую дробь. То есть, вот эту дробь надо перевернуть и умножить на нее первую дробь. Получается, 2 в степени n пойдет в числитель, и у нас получается вот такой предел. Как вычислить этот предел? Для вычисления этого предела необходимо разделить на наивысшую степень, если бы был многочлен, но в данном случае надо разделить на 2 в степени n. Делим числитель и знаменатель на 2 в степени n. То есть 2 в степени n на 2 в степени n в числителе и 2 в степени n минус 1 разделить на 2 в степени n в знаменателе. После деления мы с вами получаем в числителе единицу, а в знаменателе почленно делим. 2 в степени n на 2 в степени n будет 1 до минус 1 разделить на 2 в n при n, стремящемся к бесконечности. Находим предел. Посмотрите, вот эта величина стремится к 0. Почему? Потому что знаменатель 2 в степени стремится к бесконечности, а значит единица разделить на бесконечно большое будет бесконечно малое. То есть дробь будет стремиться к 0. Итого получается у нас 1 разделить на 1 минус 0. Получается единица. Что мы получили? Мы получили, что отношение общих членов наших двух рядов равно единице. То есть не равно числу и не равно нулю. не равно нулю в данном случае а по первому признаку сравнения мы с вами знаем что в этом случае оба ряда ведут себя одинаково то есть они одновременно либо сходятся либо расходятся постольку поскольку тот ряд с которым шло сравнения сходится посмотрите вот этот ряд изначально сходился до наш кат с которым идет сравнение вот он сходится это значит что и данный ряд а именно какой вот этот ряд вспомогать в ряд под номером 2 тоже сходится давайте так и запишем то есть ряд вида n от единицы до плюс бесконечности единица разделить на 2 в степени n минус 1 тоже сходится сходится задача решена